Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ новости. В студии сегодня Александр Мешков. Вначале о некоторых темах коротко. Для диагностики, лечения и реабилитации медики 4-й городской больницы уже активно используют новейшие аппараты УЗИ. Они получены на днях в рамках нацпроекта здравоохранения. Студент Академидовского колледжа может стать лучшей швеей страны. Шансы есть. Екатерина Жиделева претендует на участие в национальном чемпионате WorldSkills молодые профессионалы. У театра кукол появился свой гимн. Слова и музыку написали тагильчане, а исполнили его актеры театра кукол Светлана Калашникова и Роман Брилев. В Нижнем Тагиле из-за снижения уровня заболеваемости начали закрывать обсерваторы для больных с бессимптомной и легкой формами коронавируса. Из санатория Сосновый Бор все пациенты должны быть выписаны до 14 августа, сообщается в постановлении, которое опубликовано на официальном сайте города. Напомним, с 22 мая в учреждении работал обсерватор для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией. Позже в Сосновый Борт стали также привозить тех, у кого имелись симптомы COVID-19. В Свердловской области за сутки подтвердились еще 162 случая коронавирусной инфекции. Половина из них в Екатеринбурге, остальные в других городах области. В том числе 15 в Нижнем Тагиле. По данным областного оперативного штаба, сейчас в больницах находятся 2681 уралиц с COVID-19 и пневмонией. 87 пациентов в реанимации. Победили инфекцию 716 396 жителей области. О подготовке к новому учебному году в регионе в условиях пандемии и о сезонной вакцинации говорили сегодня в областном правительстве. В связи с тем, что в России официально зарегистрированы вакцины от COVID-19, массовый выпуск которой начнется в ближайшее время, исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов поручил оценить потребности региона и сделать соответствующие заявки, чтобы в целях выполнения поставленной президентом задачи в первую очередь привить медиков и педагогов. С 1 сентября 2020 года в нашем регионе будут работать 2611 образовательных организаций. Сейчас у родителей и школьников очень много вопросов. Каким образом будет организован учебный процесс, какие изменения предусмотрены из-за противоэпидемических мер. Очень важно, уважаемые коллеги, заблаговременно разъяснить родителям и ученикам все особенности обучения, снять все имеющиеся вопросы. Для обеспечения образовательных учреждений средствами дезинфекции и медицинского контроля из бюджета Свердловской области предусмотрено финансирование. Вакцинацию же детей от респираторных вирусных инфекций и гриппа планируется проводить непосредственно в школьных медицинских кабинетах. Лучше избежать посещения поликлиник в текущей эпидемической ситуации. Охват учеников профилактическими прививками в рамках национального календаря должен составить 90%. Отмечает исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Глава города Владислав Пинаев провел сегодня объезд Тегилстроевского района. На Гальянке мэр проинспектировал строительство экологического парка в микрорайоне Буринские пруды и реконструкцию парка Победы. Работы на том и другом объекте выполняются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведутся в соответствии с графиками. Вы понимаете, что на сегодняшний день такая вот может быть не столько задержка, сколько длительная поставка. Это, конечно, малые архитектурные формы, но они там действительно будут красивые, поэтому идут с различных уголков страны. Парк Победа – это, конечно, уже практически законченный вид. Остался один небольшой участок. Сталось закончить площадку для выголов собак и детский комплекс. Сейчас вот тоже ждем, когда подойдет еще некая канатная дорога, да, рядом с горкой, которая будет установлена, и начнется полностью укладка плитки. Поэтому тротуары вокруг практически уже закончены. Вот, я думаю, что здесь в соответствии опять же с контрактом до конца августа все работы будут завершены. А в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский» Владислав Пинаев провел совещание по подготовке к работе учреждений физкультуры и спорта. Сейчас отменен ряд ограничений. Руководители спортшкол отчитались о готовности проведения тренировок и соревнований с учетом всех необходимых мероприятий по эпидемиологической безопасности. Например, на групповых тренировках могут присутствовать не более 20 человек. Обязательно должна соблюдаться социальная дистанция. У всех спортсменов и тренеров должна быть замерена температура, продезинфицированы руки, обязательны маски. Более детально об объезде Тагилстроевского района главой города расскажем завтра в итоговом выпуске новостей в 20.30. Новые мемориальные доски появились сегодня на Кургане памяти. На них имена 26 солдат, умерших от ран в госпиталях в Нижнем Тагиле в годы Великой Отечественной войны. Подробности далее. Из необработанной глыбы, которую привезли из гранитного карьера цветок Урала, появились две новые стеллы. Сегодня их установили на Кургане памяти. Каждая весит примерно 600 килограммов, но имена на ней гораздо весомее. Установить их было непросто. Начали это делать еще в 80-х. В 2019-м удалось найти сведения о 26 солдатах, погибших в госпитале. В этом же году Уралвагонзавод выступил с инициативой увековечить их на Кургане памяти. И вот спустя год после всех согласований и уточнений появились долгожданные стеллы. Администрация Держинского района обратилась за помощью. То, что нужно поставить было постаменты павшим воинам. Наша была задача только придать форму и отполировать все это дело. Ну и установить. У нас у всех, дедушки, бабушки, кто-то воевал, кто-то работал во время войны. И как бы это долг, я считаю, в первую очередь наш. Поэтому ощущение приятное, что внесли вклад в это дело. Всего в проекте принимало участие 8 организаций. Кто-то помогал финансово, кто-то занимался полировкой и обработкой. Все работы были проведены на благотворительной основе. Ну это действительно результат большой совместной работы. Прежде всего хотелось бы подарить Уралвагонзавод. Это боевой инициативой мы сегодня устанавливаем стелы с именами 26 бойцов, которые погибли в нашем госпитале, в 9-й школе. Это, конечно же, мы хотим поблагодарить 9-ю школу, его поисковой отряд, которые совместно с музейным комплексом Уралвагонзавода провели большую работу с архивами Министерства обороны по поиску и установлению личностей погибших солдат. Впереди торжественное открытие, даты которого уточняются администрацией района и сотрудниками музея. А сегодня можно прийти на курган памяти и познакомиться с новыми именами, чтобы почтить память бойцов. Высокое разрешение, изображение и множество дополнительных функций. Тагильские медики уже активно используют новейшие аппараты УЗИ. На днях они поступили в 4-ю городскую больницу в рамках национального проекта здравоохранения. С начала года 4-я получила новое оборудование на сумму более 75 миллионов. С новинками, которые должны улучшить качество оказываемой медицинской помощи, врачи сегодня знакомили наших корреспондентов. За день через аппарат УЗИ проходит более 20 человек. В месяц более 400. Это одно из самых востребованных средств диагностики. Пациентов на обследование сюда в 4-ю направляют со всего горнозаводского округа. Эти аппараты – новинки, буквально на днях получили. Четкая картинка позволяет распознать заболевания на ранних стадиях, своевременно назначить лечение. Стационарные и мобильные аппараты уже вовсю используют в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Оба высокого класса экспертного и позволяют диагностировать очень подробно те структуры, которые нас интересуют. То есть обследовать на них можно все. То есть и брюшную полость, и сердце, и сосуды. Эти аппараты УЗИ, еще три полученных чуть раньше, пришли в рамках национального проекта здравоохранения. Всего с начала года больница обновила оборудование на сумму более 75 миллионов рублей. Вот, например, современный видеэндоскопический комплекс. Еще один диагностический инструмент для своевременного обнаружения болезни. Получен месяц назад. За день стойко позволяет провести обследование десятка пациентов. Диагностика особенно важна здесь для ранних выявлений онкологии. То есть есть плоские образования, которые на обычных фиброгастроскопах практически не видны. При этом с лечением, когда включаешь кромоскопию, эти образования сразу же видны. То есть фотография в нескольких проекциях. И уже, можно сказать, на месте решаешь, можешь ты это эндоскопически убрать, и как это срочно убирать. Здесь, на компьютере, хранится вся полученная информация. При необходимости можно обсудить конкретный случай и с коллегами из других городов. Это значительно сокращает время. Решение об операции принимается быстрее. И сроки госпитализации сокращаются. Потому что точно известно местонахождение новообразования. Сегодня оборудование нам с гордостью показали и в отделении реанимации. Вот это специальные многофункциональные кровати. Больница получила 34 такие. Для отделения травматологии и реанимации. Обновлена система мониторирования. Вся информация о сердечном ритме больного и его самочувствии поступает на пост дежурной медсестры. А в этом помещении готовые к работе аппараты искусственной вентиляции легких. Контуры, которые применяются для него, сейчас они только на одном, вот эти пластиковые трубки, они абсолютно для каждого пациента индивидуальны. То есть их сразу сделали и выбросили после пациента. Они, видите, закрытая система дыхания через этот аппарат. То есть только пациент и аппарат. Не все больные, лежащие в реанимации, требуют аппарата искусственной вентиляции легких. Это тяжелые инфаркты миохарда, нарушение функции дыхания, сознания требуют вентиляции. А также больные, которые у нас с инсультами лежат, вот эта половина инсультная. В этом году получено 12 новых аппаратов ИВЛ. До конца года в четвертый планируют закупить еще и новое оборудование для операционного блока, тоже в рамках национального проекта здравоохранения. Автопарк ГИБДД Нижнего Тагила обновился. Инспекторы дорожного движения получили 10 новеньких машин «Шкода Октавия». Пока они стоят в гараже, но уже практически готовы к работе. Их оснастили камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения, средствами связи. В каждой медицинская укладка для оказания первой помощи пострадавшим в ДДП. Автомобили достанутся инспекторам, отдельного батальона ДПС, наверное, лучшим. А данные автомобили предназначены для того, чтобы заменить автомобили, которые уже отработали свой срок. Это необходимо для того, чтобы инспектора ДПС осуществляли несение и выполнение своих обязанностей более оперативно и мобильно. Патрульные автомобили осталось поставить на учет, получить госномера. И буквально через неделю они выйдут на дороге Нижнего Тагила. Поступили машины в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Студентка Деминовского колледжа Екатерина Жиделева может стать лучшей швейой страны. На региональном этапе национального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы» Тагильчанка уже одержала победу в компетенции технологии моды. Сегодня прошел отбор в финал. Проводят его в этом году по понятным причинам дистанционно. Эксперты следят за участниками по видеосвязи. Наблюдали за работой Кати и наши корреспонденты. С декабря Катя Жиделева шила около ста блузок различного фасона. Делает это и сейчас, но особенно аккуратно. Она участвует в отборе на восьмой национальный чемпионат «Молодые профессионалы». На региональном этапе в феврале она стала лучшей в компетенции технологии моды. С того времени и начала готовиться к поездке в Иваново, где обычно и проходит отбор. Но в этом году его проводят дистанционно. Шьет блузку Катя в родной мастерской Демидовского колледжа. Укрой блузки мы получили по почте в посылке. На камеру распечатали, все открыли, посмотрели. И точно так же готовую блузку мы отфотографируем со всех ракурсов. На камеру запечатываем и отправляем готовые работы уже туда-обратно, в Кемерово. Там будут проверять наши работы. Кемерово должен был проходить сам национальный чемпионат WorldSkills. Поэтому оттуда и работают все эксперты. А то, чтобы шить блузку, у Кати 4 часа. Блузка сложна тем, что она похожа на мужскую рубашку. Точно так же на рубахе манжеты, планки, вот такие прям планки приточные. Рубашечные воротни, кокетка двойная, пуговицы, только 10 штук их тоже пришить надо. Шансы такие высокие, я считаю, потому что у Кати скоростные навыки очень такие хорошие. Она девочка очень трудолюбивая. Шла к этому два года, два года тренировок. Шить блузку не единственное задание конкурса. После дается еще три часа на изготовление лекал юбки и всего час на технический рисунок собственной коллекции одежды. Есть, конечно, и перерывы, но времени хватает только на то, чтобы немного отдохнуть и быстренько посоветоваться с наставником. Воротник обработала? Воротник обработала, рукава сделала, планки на рукавах. Планки уже на рукавах сделала, здесь планки? Здесь планки. Кокетку? Кокетку. Я только собрать осталась? Нет, мне осталось воротник, манжеты вточать. Ну, приточай, и все? С наставником Кате повезло. Анна Клименко – единственный сертифицированный эксперт в данной компетенции по всему Уральскому федеральному округу. Итоги отборочного этапа станут известны в 20-х числах августа. Победители переходят сразу в финал национального чемпионата. Он намечен на сентябрь. Пройдет также дистанционно. Собрать детей в школу – дело непростое, особенно для малообеспеченных семей. Чтобы помочь им, Нижнетагильское отделение молодой гвардии «Единой России» организовало благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». В трех книжных магазинах территории установили коробки для сбора конфтоваров. Купить что-либо и положить в коробку может каждый. Нужнее всего, если мы говорим о младших классах, это пластилин, цветная бумага, ножницы, тетрадки 12 листов. Если мы говорим о старших классах, то это тоже дневники, тетради по 48 листов, ручки, линейки. Акция «Собери ребенка в школу» продлится до 28 августа. Затем концтовары передадут семьи. Список их 300 семей, где они были бы очень нужны, составил социальный реабилитационный центр «Радуга». Организации акции рассчитывают на неравнодушие тагильчан. Спортсмены-воркаутеры организуют для тагильчан тренировки на свежем воздухе, да еще и на безвозмездной основе. Уличная гимнастика, кстати, так переводится на русский язык слово «воркаут». Приверженцы этого любительского вида спорта увлекли жителей пяти микрорайонов города. Для тренировок нужны только хорошая погода и желание. Наши корреспонденты наблюдали за тренировкой на площадке у 69-й школы и пообещали, что в следующий раз присоединятся. Спорт еще ближе, чем кажется. Жители ВЫ, Вагонки, Гальянки, Тыгилстроя и Красного Камня могут выйти из дома и позаниматься на спортивных уличных снарядах. Возможность открытых тренировок появилась после того, как авторы проекта «Спорт рядом» стали победителями грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». На воплощение идей получили 253 тысячи рублей. Мы решили сделать более масштабно и сделать тренировки открытые уже на улице и вовлечь максимально, сколько возможно, людей, которые у нас смогут заниматься, попробовать себя просто даже один раз, два раза, ну и, конечно, набрать группы. И поэтому мы, следуя этой идее, которой мы уже занимаемся более четырех лет в нашем городе и в целом по области, решили принять участие в конкурсе. И нам удалось победить. И вот этот проект сейчас мы реализуем. Тренер проекта – спортсмены-воркаутеры, которые занимаются не первый год. Они готовы делиться тем, что знают и умеют сами, не только в уличной атлетике, но и в физподготовке в целом. Для всех возрастов это разное. Например, для младших и старших, ой, младших, дети и среднее поколение, то есть это молодежь. Это у нас как раз таки подтягивание, брусья отжимания и также планка и на рукоходе походят они. А для женщин это будет подтягивание, ну, то есть отжимание от перекладины, приседание, планка, весна перекладина. Проект стартовал в начале весны и сразу же обрел популярность среди жителей города. А чтобы не забросить начатое, во время ограничений тренировки перенеслись в онлайн-формат, так что участникам расслабиться не удалось. Были тоже тренеры, показывали, какие упражнения делать, отсылали им видео, показывали, правильно не делайте. А вот потом, когда разрешили, уже в июне стали здесь. Посетить занятия бесплатно может каждый вне зависимости от пола и возраста. Тренировки проходят три раза в неделю по полтора часа. Участники утверждают, что такие занятия на улице могут даже заменить поход в спортзал. У нас идет сперва разминка, потом растяжка и укрепление мышц, а потом уже такие силовые упражнения на турнике, либо на группу мышц рук и ног идет упражнение. Доступный спорт – главная цель проекта, поэтому впереди у организаторов много работы. Сейчас в районах города формируются группы, которые потом примут участие в соревнованиях на самый спортивный двор. А с 17 августа планируются массовые тренировки для всех желающих. У Нижнетагильского театра кукол появился свой гимн. Слова и музыку написали тагичане, а исполнили его актеры театра кукол Светлана Калашникова и Роман Брилев. На гимн уже сняли видеоклип, полный радости и ярких эмоций. Его презентовали в социальных сетях в официальной группе театра кукол накануне Дня города. Отметим, что это первый в Нижнем Тагиле гимн работников учреждения культуры. О гимне и съемках клипа в деталях расскажет Анна Кизилова. Это гимн Нижнетагильского театра кукол и он полностью создан тагильчанами. Слова, музыка, режиссера и съемка ролика – все дело рук поклонников искусства. Текст песни написала Анастасия Евдокимова, которая работала в Нижнетагильском театре кукол, актрисой. Известный композитор тагильский Ольга Дудина написала прекрасную музыку, сделала аранжировку. Ну и, конечно, вся видеография, замечательный клип, сюжет весь был снят Игорем Харьковым. И поэтому вот в таком содружестве, в компании замечательных и надежных профессионалов мы действительно получаем хороший результат. Саму песню исполнили тоже тагильчане – актеры театра кукол Светлана Калашникова и Роман Брилев. Запись гимна проходила в телестудии Дворца молодежи. Дуэт Романа Брилева и Светланы Калашниковой уже знаком нашим зрителям, потому что регулярно в рамках Театра Града они являются солистами и с нашими номерами выступают. Поэтому ко Дню Победы мы подготовили несколько номеров, где Роман и Светлана тоже солировали. И поэтому в данном выборе, конечно, мы не сомневались. Эта песня так полюбилась нашему коллективу, что она стала таким нашим гимном, и мы решили снять клип на эту песню. Вообще идея клипа родилась из нашего проекта – проект «Куклы в городе», когда мы в разных ростовых куклах или с разными системами кукол выходим на улицы города и снимаем в разных интересных локациях. А ко Дню города захотелось сделать нечто особенное. Съемки клипа проходили в разных знаковых местах Нижнего Тагила. На площади перед Театром кукол, около стелы у Дворца молодежи, на набережной Тагильского пруда и, конечно, на Лисей горе. Дублей было несколько, снимали в нескольких локациях. Для нас с Романом было не так сложно, как для тех актеров, которые работали в ростовых куклах, потому что это поролон, а погода выдалась на удивление очень жаркой, поэтому они большие герои, да. И подъем на Лисию горы тоже оказался достаточно непростым. Когда снимали клип на эту песню, в этот день вышло солнце, потому что до этого была пасмурная погода. А вот именно для клипа, для съемок клипа, стояло солнце, и клип получился солнечный, радостный. Кстати, когда люди проходили мимо во время съемок, они тоже танцевали вместе с нами. И это, кстати, эти моменты попали в клип. На мой взгляд, клип получился позитивный, потому что песня, песня, она очень мало песен, вот именно про театр кукол, про актеров театра кукол. А тут как раз не то, что прям вообще про театр кукол, тут именно про наш Нижнетагильский, родной Нижнетагильский театр кукол. И это прям здорово. У этой песни есть своя магия. Посмотреть клип можно в социальных сетях, в официальных группах Нижнетагильского театра кукол. Мир чудес, сказки здесь, оживет волшебство. Мир чудес, куклы здесь, дарим вам волшебство. На сегодня все. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. Смотрите Тагил ТВ. До завтра. Тагил ТВ. До завтра.